Друзья, приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. В этом видео расскажу про самые красивые цветы, которые украсят теневые зоны в саду. Речь пойдет о растениях, которые хорошо переносят тень. Они смогут украсить зону между строением и забором, зону в тени за домом или в тени от забора. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик для оповещения вас о новых видео. Купальница станет прекрасным украшением тенистого цветника. Все купальницы это неприхотливые многолетние растения. Высота в зависимости от сорта бывает от 30 до 100 сантиметров. Кустики декоративно все лето за счет красивой темно-зеленой резной листвы, а во время цветения она смотрится очень эффектно. Цветки купальниц бывают желтые, оранжевые или бежевые. Цветение купальницы длится с мая до начала июня. Некоторые сорта цветут в июне-июле, потом завязываются семена. Чаще всего купальница размножается делением куста в весенний период или после цветения, но также можно размножить свежесобранными семенами, если сразу их посеять на место. Семена прорастут следующей весной после долгой стратификации. Всходы недружные. Купальница хорошо растет на влажных почвах. Почве подойдет рыхлый суглинок. За сушливый период купальницы необходимо хорошо поливать, чтобы кустики хорошо нарастали и имели декоративный вид. Если с поливом проблем нет, то купальницу можно выращивать и на солнечном месте. Хорошо отзывается на мульчирование почвы. Купальница будет хорошо смотреться в цветнике, если посадить не одно растение, а несколько штук, то есть группой. Ее можно сажать по краю водоема, возле строений, декоративных кустарников или под деревьями. Купальница сочетается с такими растениями, как бузульники, папоротники, хосты, болотные сибирские ирисы или леники. Хорошо будет смотреться на фоне декоративных кустарников. Бузульник является идеальным растением для тенистых мест. Это травянистые многолетние растения, имеющие отличную морозостойкость и неприхотливость. Высота растения в зависимости от сорта бывает от 20 сантиметров до полутора метров. Листья бузульников бывают ажурные резные, округлой или сердцевидной формы с зубчатыми краями. Соцветия тоже разнообразной формы, ромашковидной или в виде эффектных свечевидных соцветий. Каждый сорт бузульника интересен по-своему. Бузульники нетребовательны к условиям произрастания и к составу почвы. Их применяют в различных миксбордерах и клумбах. Среднерослые бузульники располагают на среднем плане клумб, а высокие высаживают на заднем плане, вдоль забора или возле строений. Бузульники хорошо смотрятся на фоне хвойных растений. Сочетаются с хостами, остельбами, папоротниками, раджерсией, баданами и другими растениями. Наперстянка станет украшением теневого цветника. Она хорошо будет расти под кроной деревьев, возле забора или на заднем плане цветника. Высота растения около 150 сантиметров. Расцветки цветков бывают самые разнообразные – розовые, белые, темно-розовые, желтые и т.д. Наперстянка бывает многолетней и двухлетней. Чаще всего наперстянку выращивают из семян. Семена можно сеять с весны до июня. Семена наперстянки мелкие и всеют поверхностно на влажный грунт. Сеницы дружно прорастают и к осени успевают нарастить хорошие розетки. Зацветает на второй год. Это растение прекрасно размножается самосевом, поэтому, посадив ее только раз в саду, она будет каждый год восстанавливаться за счет самосева. Наперстянка хорошо переносит морозы и недолгую засуху. В уходе неприхотливо. Она сочетается со многими растениями, особенно со злаками, хостами, папоротниками, манжеткой и т.д. Цветет наперстянка в июне в течение трех недель. Флок столоносный прекрасно будет расти и цвести в тенистых и полутенистых местах. С помощью этого многолетника можно создать красивый цветущий ковер. Также им можно украсить любую клумбу или цветник, посадив на переднем плане. Часто его высаживают вдоль дорожек. Это растение неприхотливое, имеет ползучие побеги, которые стелятся по земле и укореняются. Этот флокс разрастается достаточно быстро, заполняя вокруг все отведенное ему пространство. Цветоносы флокса располагаются выше основных побегов. Цветоносы тонкие, высотой до 20 см. Зацветают в конце мая и цветет до середины июня. Цветки бывают белые, синие или розовые. Они собраны в щитковидные соцветия. Флокс столоносный хорошо зимует до минус 30 градусов. Укрытие на зиму ему не требуется. В уходе и месте произрастания неприхотлив. Легко переносит влажные участки. Предпочитает рыхлую почву. Хорошо смотрится на фоне декоративных кустарников и хвойных. Корянка станет необычным решением для декорирования тенистого участка. Корянка образует плотные заросли на рыхлых, богатых перегноем почвах. Корянка хорошо будет расти под кроной деревьев, возле кустарников, в тени забора. Корневища горянок расположены поверхностно, поэтому не следует допускать, чтобы грунт сильно пересыхал. Хорошо отзывается на мульчирование. Высота горянки около 30 см. Имеет декоративную кожистую листву, которая может иметь интересную окраску в зависимости от сорта. Цветки тоже бывают разнообразных расцветок. Растение морозостойкое и неприхотливое. Цветет корянка в мае-июне в течение 15 дней мелкими цветками, собранными в рыхлую кисть. Сочетается с гейхерами, примулами, хостами, папоротниками и другими растениями. Медуница относится к теневыносливым растениям. В тени и полутени она прекрасно будет расти и украшать участок. Есть сорта медуниц, которые выращивают ради красивых соцветий и красивой листвы. Цветение медуницы начинается с конца апреля. Цветки бывают различных расцветок. Розовые, красные, белые или синие. Медуница очень неприхотлива и хорошо будет расти на любой рыхлой садовой почве, даже на песчаной. После цветения медуница не теряет свой декоративный вид за счет красивой декоративной листвы. Медуницу сажают на переднем плане в цветнике, вдоль дорожек или возле забора. На клумбе сочетается с хостами, папоротниками, незабудкой, купеной и другими растениями. Хорошо смотрится на фоне декоративных кустарников и хвойных. Ранней весной медуница одна из первых будет украшать сад яркими красками. Керань кантабрийской это прекрасный почвопокровный многолетник для переднего плана цветников и клумб. Отлично разрастается в широкий густой ковер высотой до 30 сантиметров. Это вечно зеленые растения. Листва на зиму не отмирает. Цветет в июне-июле розовыми или белыми цветками диаметром до 2,5 сантиметра. Это неприхотливое и зимостойкое растение. Хорошо растет на любой рыхлой садовой почве. Герань не подвержена различным заболеваниям и вредителям. Сможет расти без ухода. Легко размножается отрезками корневищ. На одном месте без пересадки сможет расти несколько лет, образуя кусты и заросли, которые практически не пропускают сорняки. Эту герань используют для оформления дорожек, переднего плана цветников, в качестве низкорослой живой изгороди или обрамления клумб. Она также сможет задекорировать неприглядные места в саду. Герань кантабрийской прекрасной зимой без укрытия. Это растение не агрессивное, хоть и хорошо разрастается, так как очень легко регулировать ее разрастаемость. Достаточно обрезать слишком длинные побеги. Герань кантабрийской хорошо будет смотреться с другими тенелюбивыми растениями, о которых я рассказывала в этом видео. Колокольчик широколистный – это неприхотливое, засухоустойчивое многолетнее растение для украшения солнечных и тенистых цветников. Из небольшого корешка за 1-2 сезона он образует густой, пышный, обильно цветущий куст, высотой до 120-150 см. Куст прямостоячий, не требует подвязки. В уходе и месте выращивания совершенно неприхотлив. Почва подходит любая рыхлая садовая. В моем саду растет на суглинке. Расцветки цветков колокольчиков бывают синие или белые. Его также очень легко можно вырастить из семян. Семена очень дружно прорастают. Их можно сеять сразу в грунт с мая по июнь. Синица зацветает на второй год в июне. Хорошо размножается с самосилом. Имеет хорошую морозостойкость. На зиму побеги колокольчика полностью срезает до земли. Весной он отрастает из почек на корневой шейке. Колокольчик хорошо будет смотреться в одиночной посадке и в компании с другими растениями. Хорошо будет смотреться на фоне хвойных и декоративных кустарников. Спасибо за просмотр. Напишите в комментарии, какие цветы вы сажаете в тенистых местах сада. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и напишите любой комментарий. Тем самым вы поддержите канал. Также не забудьте подписаться на канал и мой инстаграм, если вы еще не подписаны. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.